Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале Редактура или Жизнь. Казалось бы, совсем недавно показывала вам свои последние покупки 2022 года. И вот уже, в принципе, пора показывать покупки за январь. В своем телеграм-канале и на Boosty я рассказывала подробно о том, как я очень стараюсь держаться в рамках того, чтобы покупать примерно половину того, что я читаю. И в январе у меня это действительно получилось. Насчет февраля уже есть некоторые сомнения, потому что внезапно нахлыла работа, и когда работы очень много, сил читать на самом деле очень мало. Но я все равно буду стараться. И давайте сегодня расскажу вам про все, что я накупила за январь, стараясь себя сдерживать, и за то, что приехала уже в феврале, и я пока еще даже не решила, учитывать ли все это в статистике. И самой первой ко мне приехала книга, которая, конечно, была предзаказана еще в декабре. Это был такой старт года. Надеюсь, что это какой-то удачный, может быть, знак. И это была Джен Лайонс и Имя всего сущего. О! Так, сейчас, чтобы не бликовало. Итак, Имя всего сущего, это у нас второй том в цикле Лайонс, который открывался романом «Погибель королей». Я помню, что я далеко не сразу «Погибель королей» купила. Разумеется, я ее пока что еще не прочла, но все еще может измениться. И про аннотацию Имени всего сущего я вам, конечно, ничего не скажу. Неспойлерные аннотации к следующим томам. Это особое искусство, я даже и к этому тому не читала. Но «Погибель королей» это у нас был фэнтезийный цикл о том, как юный вор по имени Кирин, или Кирин, он становится свидетелем вызова какого-то демона. И дальше его настигают невероятные приключения, которые там чуть-чуть описаны в аннотации. Но в целом, кто против кого? Зачем это кому-то надо? Из этого вообще было ничего не понятно. Так что «Лайонс» я покупала на основании отзывов, подсобрав их немножко. Я ее в итоге купила. Надеюсь, что это было правильное решение. Надеюсь, что не разочаруюсь. Ну и кто уже прочел, конечно, делитесь без спойлеров в комментариях. И для вас, если вы еще не в курсе, да, радостная новость. Второй том уже есть. Не знаю, как вы, а я заметила, что в конце прошлого года, в начале этого года, BookTube опять настиг Артур Хейли. Точнее, на BookTube снова возродился интерес к книгам Артура Хейли. Мне кажется, это такая вот синусоида, да, про Хейли то забывают, то потом все, то потом вспоминают. Напоминаю, что Артур Хейли это автор производственных романов. Один из самых знаменитых авторов производственных романов. То есть у него романы про аэропорт, это, по-моему, самый известный, про больницу, про полицию и так далее. Я уже, то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом году, поддавшись вот на очередную, на очередной пик, да, точку перехода интереса к Хейли, я уже одну книгу купила. Это была книга про игры в политике, по-моему, это было в прошлом году. Потому что я ничего у Хейли не читала. То есть, да, это всемирно известный автор, у меня он, знаете, в том отделе мозга где-то лежит, где Сидни Шелдон. Я понимаю, что это абсолютно не связанный автор, но они где-то там. Знаете, много-много покетов, и все это такое с хорошей детализацией сеттинга вот туда. Хотя про разное. И сейчас я купила еще одну книгу Хейли, опять не ту, которую все читают, да. Я уже сказала, самые известные книги Хейли это про аэропорт и про больницу, а я купила про банк. Менялы, это, по-моему, намного менее известный роман Хейли, который рассказывает нам про изнанку банковского дела. И, собственно, почему я купила, покупаю такие странные романы у Хейли в то время, когда все читают самые топовые. Потому что я покупаю про то, про что я ничего не знаю. Про внутрянку больницы, простите, я немного в курсе. Немного. Но в курсе, причем, с самых разных точек зрения, и с точки зрения работника больницы, и с точки зрения поставщика в больницу определенного оборудования, и с точки зрения продажи в больницу этого самого оборудования. То есть, я не хочу. Я не хочу больше про больницу, да. Про аэропорт я не могу похвастаться, что я прям специалист. Но мне почему-то гораздо интереснее, как он там работает в банке. Я в финансах ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не в смысле личных финансов, в них я уже там немножко, да. А вот в смысле больших денег ничего не понимаю. И поэтому решила, что, может быть, Артур Хейли мне что-нибудь интересное про это расскажет. Ну, даже если он просто расскажет, как функционируют банковские служащие, да. Как, из чего состоит их рутина, помимо общения с клиентами, да, с точки зрения клиента, мы все это знаем. То это тоже будет классно. Если вы читали что-то у Артура Хейли, я, конечно, жду ваших отзывов. Особенно, если вы читали и имели возможность оценить, да, глубину его ресерча, глубину его исследования. То есть, вы в этой теме и читали Артура Хейли. Это будет очень классно. А буду ждать ваших комментариев. После менял я обратилась к эксклюзивной классике, потому что обнаружила, что в мою коллекцию женщин-писательниц, а я потихонечку собираю разных интересных женщин, которые творили в конце 19-го, начале 20-го века, про которых нам, конечно, не рассказывали в школе, и было бы здорово с ними познакомиться, я узнала про Кэтрин Энн Портер. И Кэтрин Энн Портер для меня это что-то вроде Маргарет Митчелл, например. Да, то есть, это женщина, которая получила, кстати, пульсерскую премию за свое творчество. И самым известным ее романом, был самый первый ее роман, он принес ей мировую славу, точно так же, как унесенные ветром принесли славу Маргарет Митчелл. И это как раз «Корабль дураков». Вот такая вот немаленькая книжечка, которая рассказывает нам о плавании из Америки в Европу на большом комфортабельном лаире. Собственно, «Корабль дураков». Книга будет про то, как все там пассажиры взаимодействуют, я так понимаю, будет раскрываться их внутренний мир, личная жизнь, а сбудутся ли надежды тех, кто плывет на этом корабле, найдут ли они там то, что ищут в Европе. Вот про все вот это. Мне кажется, что должно быть очень-очень круто. Кем только не поработала Кэтрин Эн Портер в процессе своей жизни, она ушла от мужа, так понимаю, достаточно молодой, и дальше бралась за любую вообще работу, лишь бы только выжить. В частности, в 62-м году она пишет вот этот роман и, наверное, становится знаменитой. Я, если честно, о нем почти ничего не слышала, но описание меня... Не сюжета романа, да, здесь нет, описание сюжета, а описание творческого пути, да, писательницы меня очень привлекло, и поэтому я решила, что надо бы познакомиться. Еще одну книгу я уже видела у кого-то, то ли в Телеграме, то ли на Буктьюбе, то есть постепенно про нее узнают, как это часто бывает с книгами, которые не издает Эксмо, Аисте и Азбука, да, другие издательства оказываются немножко в тени, но я уже где-то про эту книгу видела, и могу с честью сказать, что купила ее до того, как про нее услышала. И это фактор кролика Анти Туамайнена, и это комедийный криминальный роман. Ну, восхитительно же, по-моему, сейчас в таком жанре очень мало кто пишет, или до нас это очень-очень мало доходит, да, криминала очень много, все полки завалены, а вот комедийного, да, то есть черный юмор, этого не хватает. И Туамайнен оказывается очень известный современный финский автор. Это издательство, по-моему, Синбад, да, это издательство Синбад, и это трилогия, причем они в этом же году собираются ее всю издать. У нас будет Фактор кролика, Парадокс лося и Теория бобра. Если честно, мне уже от самих названий абсолютно кайфово, поэтому я только ради этого их соберу. А во-вторых, почему я решила купить эту книгу? Потому что мне уже прям по аннотации очень близок главный герой, и хочется про него почитать. Итак, главный герой Хенри Коскинен, он математик, аналитик, как хотите. Человек, который все просчитывает не только на своей работе, но и в жизни. Потому что он работает в страховой компании, на минуточку, и точности его каких-то расчетов зависит очень много. Но он такой же и в жизни, да, то есть он высчитывает вероятности каких-то событий, и в общем все у него разложено по полочкам. Фрик контрол, это замечательно, я чувствую уже прям с ним сродство душ. Но, как и положено с такими героями, происходит совершенно неожиданное. Он наследует от умершего брата парк развлечений. И не просто он наследует парк развлечений, ну казалось бы, да, странный бизнес, но бизнес. Он наследует парк развлечений с кучей долгов. И это долги не перед каким-нибудь уважаемым банком, а это долги перед криминальной структурой. И, соответственно, Хенри предстоит как-то все это разрулить, да, свое наследство. Долги, которые достались ему отбраться, ну и я так понимаю, что тут еще и на горизонте внезапно начинает обнаруживаться личная жизнь, к которой Хенри тоже был частично не готов. Вот такая вот чудесная книжка. Мне очень нравится оформление. Я очень надеюсь, что она будет классная, что она будет смешная. Ну, понятно, что с соответствующим чувством юмора. И я, разумеется, собираюсь покупать остальные две книги уже хотя бы за их великолепные названия. У меня очередная книга по лид-мастерству, но на самом деле это очень хорошая покупка. Я надеюсь, несмотря на совершенно запредельную стоимость этой книги, если вас пугают высокие цены на книги, просто не ходите по ссылке, которая всегда есть внизу в инфобоксе, да, есть ссылки на все книжки. Просто не ходите, вам станет дурно. Если честно, я не понимаю, почему издательство Юрайт ставит такие цены на свои книги. И очень надеюсь, что эта книга того стоит. Это книга Ирины Борисовны Голуб «Стилистика русского языка». Я уже не раз говорила в прошлом году, когда рассказывала вам о книге Екатерины Звонцовой «Причеши меня». Кстати, «Причеши меня» уходит на доп. тираж. Я Екатерину с этим очень поздравляю. И я говорила не раз, что она цена... Книга Звонцовой. Она цена, в первую очередь, своей первой частью разделом про стилистику. Потому что, несмотря на то, что вы можете открыть, там, допустим, лабиринт и увидеть кучу книжек с надписью «Учебник по стилистике». Эти книги вам не помогут действительно стилистически проработать свое произведение. Они не заточены под практическое применение авторам. И приходится... Все, что касается стилистики, да, нам зарубежные издания не подходят. Нам нужны отечественные авторы, отечественные тексты, отечественные примеры, упражнения и вот это все. Приходится изыскивать это, знаете, как вот промывать кучу-кучу-кучу руды, чтобы найти маленькие-маленькие золотые песчинки. И очень-очень редко встречается книга, которая действительно называется «Книга по стилистике». И она, ну, в прикладном смысле полезна. Я купила эту книгу по отзывам. Плюс у Ирины Борисовны есть прекрасная книга по редактуре. Где-то здесь я повешу вам обложечку. У меня она тоже есть, я ее читала. И хотя она скорее все-таки ориентирована на расширение такого кругозора, да, для авторов, то есть, что такое редактор, что он будет делать с вашей книгой, что он не будет делать с вашей книгой, какие виды взаимодействия с редактором могут быть. Вот об этом, в первую очередь, книга «Голубь по редактуре». Тем не менее, она полезная. И я очень надеюсь, что ее книга по стилистике тоже будет полезная и окупит свою просто страшную и пугающую цену. Тем более, это уже шестое издание. Ну, то есть, надеюсь, что прям все хорошо. Часто ли вы покупаете книгу по первому предложению в аннотации? Я вот купила. Потому что, честно скажу, рейтинг на Гудрица, аннотация целиком, размеры, цена, вот это все, знаете, обложка. Это вообще не сыграло никакой роли. Я прошла первое предложение, такая, заверните, пожалуйста. Я не знаю, что там будет в сюжете, мне вот по первому предложению. Итак, Дженни Лунд Мэттсен и «30 дней тьмы». В чем, собственно, соль? Соль в том, что аннотация начинается со следующего предложения. Разочаровавшаяся в своем таланте писательница заключает пари, что за 30 дней напишет криминальный роман-бестселлер. Эй, эта книга мне нужна. Просто, просто дайте. Я хочу про это почитать. Но, на самом деле, сюжет, видимо, не только в том, как она будет писать свой роман-бестселлер. Суть в том, что она уезжает в Исландию, и там поселяется, и там селится в небольшой деревушке, хотя я подозреваю большинство поселений Исландии не очень крупные. И там происходят какие-то странные события, в которых она, судя по всему, будет принимать участие. То есть, там, это детектив, ну, это детективный триллер, по сути своей, да. Это не литерарий фикшн о том, как бедная писательница выворачивает душу наизнанку, чтобы успеть выиграть пари. Но меня интересует именно эта часть в первую очередь, а триллер уже во вторую, бог бы с ним. Надеюсь, что книга будет классной. Это совсем новиночка. Начало февраля или конец января она вышла. И она небольшая. Я пока еще не знаю в этом году никаких марафонов, поэтому, может быть, я и не доберусь до нее в этом году, но, по крайней мере, она меня вот сразу зацепила этим предложением. Вот что значит правильно написанная аннотация. Вслед за тягой к прочтению всякого разного про Рождество, про традиции, про новогодние, у меня появилась следующая тяга прочесть что-нибудь про древние ремесла. Можно долго, я могу отследить, откуда эта мысль вообще у меня пришла. Эта цепочка стянется довольно далеко назад. Но соль в том, что мне стало очень интересно почитать про какие-то прикладные вещи, которые уже в силу совершенствования науки и техники, которые уже никак не практикуются. Максимум в каких-то туристических, знаете, деревнях. Показывают, как прийти на прялки и так далее. И мне захотелось побольше про такие ремесла почитать. Когда я стала искать, ну, понятно, что в английском, для европейских я нашла такую книгу в электронном виде. Мне стало, конечно, интересно почитать про русский, про русский, про территорию России. И когда я стала искать, то прям топ из топа, книга, которая выскакивает сразу же, как только вы вообще что-то про ремесла хотите найти, это книга Бориса Рыбакова. Она называется «Ремесло Древней Руси». На самом деле, когда я нашла ее, я отложила еще одну книгу, потому что мне кажется, что «Рыбаков» это то, но не совсем то, что я хотела. Дело в том, что это действительно очень известная книга советского археолога Бориса Рыбакова. У него не одно произведение в том, что касается Древней Руси. Он много написал работ. И я уверена, что книга классная. Это уже, знаете, сто пятьсотое издание ее. Но у меня ощущение, что здесь как раз будет с упором в археологию. То есть не столько, как именно что-то делали, а какие вот там обломки чего нашли вот в таком-то историческом слое. Что вот в этом городе, судя опять же по раскопкам, занимались вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. А вот этим, вот этот город торговал вот с другим городом. Да, вот этим, вот этим, вот этим, потому что опять же мы раскопали. Это очень здорово в любом случае. Это очень интересно. Но мне это интересно более чуть-чуть в прикладную часть, чтобы мне больше порассказывали, как это делали. а не в каком городе это делали, потому что это там нашли. И на эту тему я отложила еще одну книжку, просто у меня же лимит, поэтому я ее еще пока не купила, я думаю, что может в марте до нее дойдет очередь, и, собственно, тогда и сравним. То есть мне кажется, что рыбаков это больше в такую археологическую основу, а более в прикладную основу я собираюсь брать еще одну книгу. Но в любом случае это монументальный труд. Здесь она выглядит не очень большой, но на самом деле здесь более чем 700 страниц. То есть она прям основательная, хорошая, хорошая белая бумага здесь. Ну, фотографии здесь черно-белые, рисунки, по-моему, тоже есть. В общем, в любом случае книга лишней не будет. Следующую книгу я прям долгом усолила в отложных, и в итоге мне, по сути, издательство своими релизами убедило, что ну, давай попробуем, может быть, она будет классная, потому что это не совсем то, что я обычно читаю. Но меня как-то в совокупности издательство МИФ сумело меня заинтересовать. И это девочки с блестящим будущим Трейси Допмайер и Венди Каттман. Это история про трех, даже не про трех девочек, это история про трех матерей, чьи девочки претендуют на поступление ни много ни мало, как в Стэнфорд. Но место одно, а девочек три. И это история о том, как, на что готовы пойти родители, для того, чтобы запихнуть своих детишек туда, куда они считают детишки достойно поступить. История начинается с того, что одна из девочек попадает в автомобильную катастрофу, и все указывает на то, что катастрофа не случайна. Ну и дальше мы, соответственно, раскручиваем скелетики в шкафу, родительские амбиции, страдающие из-за амбиции дети. Все очень жизненно, так что надеюсь, и книга будет хороша. Она небольшая, она очень красиво оформлена, я люблю такую стилистику, красивая обложка, на мой личный вкус. Кто любит вот такие вот, как это, семейные триллеры, если хотите, да, то присмотритесь, мне кажется, должно быть очень даже неплохо. Я готова заявить официально то, что я только начала подозревать в конце прошлого года. Около склада лабиринта перевернулся грузовик. Он ехал из какой-то дальней типографии, явно в какой-то из крупных европейских магазинов типа Фойлс, но он перевернулся у дверей лабиринта. И на лабиринте невероятное, огромное количество книжек на английском. Сотни, просто сотни и фикшн, и нонфикшн, классика всех мастей, классика 20 века в огромном количестве. Ну, понятно, всякие Гарри Поттеры и Голодные игры я там тоже видела, и даже Дивергента видела. Да, там нет вот, знаете, самых горячих, офигенно горячих новинок, там нету Роулинг с ее очернильно-черным сердцем. Но если вас интересуют как бы чуть-чуть более проверенные временем книжки, и вы хотели бы за не очень большую цену получить их в оригинале, то самое время сходить на лабиринт. Это сейчас не реклама, если что. Я была в абсолютнейшем шоке, и у меня текли слезы, потому что у меня же норма, да, в месяц покупок, а там столько всего, столько всего, что это было просто нереальное страдание, за большими муками я купила только две книги. Если вы спросите меня, возможно, вы спросите, разница в цене между лабиринтом, где книги есть прямо сейчас в наличии, и логобуком, у которого часть книг в наличии, а часть книг под заказ, я вам скажу, что на лабиринте чуть-чуть дешевле. То есть я сравнила книги, которые были и там, и там в наличии, и на лабиринте это чуть-чуть дешевле, особенно если у вас есть какая-то скидка постоянного покупателя, и вы подгадаете под акцию. Итак, что я купила? Ну, во-первых, я купила книгу, уже потерял всякую надежду на то, что этого автора и конкретно этот роман у нас переиздадут, не любят у нас что-то Мартина Эммиса, редко его переиздание выходит, а мне очень хочется роман информации, конкретной информации, то есть я, в принципе, пока не знакома с Эммисом, он у меня остался один из знаменитой британской тройки, да, Барнс, Макьюин и Эммис, Туса из троих, да, они давние хорошие друзья и знакомые, и коллеги, и конкретно у Эммиса мне втемяшилось, что я хочу конкретно роман информация, и никакой другой не хочу, потому что, в принципе, Эммиса какое-то время назад издавали, и можно найти еще издание других его произведений, если поискать как следует, но мне нужен был только этот, этот, конечно же, уже нигде не продается и не переиздается, вот, поэтому я его добыла, здесь у нас будет история про двух близких друзей, Гвинн Берри и Ричарда Тула, которые оказываются, ну, они оказываются писателями-соперниками, но в привычном нам смысле, да, то есть одному сопутствует успех, я так понимаю, это Берри, да, призы, продажи, ну, то есть нереальный успех, а у Ричарда, наоборот, все как-то тухло. В итоге наступает пора мстить, то есть Ричард, судя по всему, собирается отомстить и задается вопросом, а как один писатель может причинить вред другому? И вот об этом, собственно, книга, мне кажется, должно быть классно, я уверена, что Барнс не стал бы дружить с человеком с плохим чувством юмора, поэтому надеюсь, что у Эмиса с ним все хорошо, почитаю и вам расскажу. Чтобы вы понимали, помимо среди всего того разнообразия, которое сейчас есть на Лабиринте, огромное количество серий винтажная классика. У меня винтажные классики, во-первых, трилогия о Гармингасте Мервина Пика, которую я читала, и у меня винтажные классики Фаулс, его Волх, подаренный мне Полиночкой, я еще пока не приступила к этому монументальному труду. Мне очень нравится серия винтажная классика, она по оформлению такие красивые, с одной стороны строгие лаконичные книги, с другой стороны они не просто, знаете, темные корешки, до них там золоченые бухочки и все. Так вот, вторая книга, которую я купила, это как раз была винтажная классика, и это тоже книга, из которой у нас издавали чуть ли не только первую часть, а это целая трилогия под одной обложкой. Это университетская трилогия Дэвида Лоджа. Кто давно на канале, тот помнит, что первую часть отсюда, как раз вот Changing Places, я с большим трудом, очень старое издание, мягко сказать, не особо презентабельное, я когда-то нашла на Озоне, и вам показывала его. Но вообще это трилогия, и это классика так называемого университетского романа, когда действие не Dark Academy, а в принципе университетского романа, то есть я не жду, что здесь будет какое-то убийство или что-то, по-моему, никакой мрачнятины у Лоджа нет, но когда вообще речь заходит о книгах, действия которых происходят в кампусах, в университетах, вот это все, Лодж это прям всегда номер один в списке авторов, которые прославились этой темой. И, насколько я помню, Changing Places, это о том, как профессора едут по обмену, то есть в разные попадают в незнакомые учреждения, каждый, и их там ждут разные сюрпризы, про что? Два других романа, это Маленький мир, Small World, и Nice Work, Милая работа. Я не знаю, но я безумно рада, что вот прям такое издание, здесь не крупный шрифт, но здесь нормального размера поля, тонкая, конечно, бумага, очень мало весит, обычная винтажная классика. Я прям очень счастлива, что повезло найти, потому что у меня ощущение, что у Лоджа вообще никаких перспектив. С другой стороны, я вам уже столько раз говорила про всякие разные книги, а у нас уже азбука даже Пирса Брауна переиздает, ну, то есть, возможно, случится какая-то магия, и что Эмис, что Лодж скоро снова появится на наших полках, это будет просто супер. Кроме того, и я это не учитывала в статистике, ну, потому что это нечестно учитывать в статистике, мне приехала, конечно же, рассылочка от дорогого издательства Азбука, и я уже ее штурмую прям, что называется, всеми силами. Сейчас я вам расскажу, азбука, как всегда, потрясла меня в этот раз, просто потрясла, но потрясение это будет в конце. Мне приехал роман Дафна Дюмарье «В погоне за счастьем» или «Мэри Энн». Я его уже дочитываю. Когда вы смотрите это видео, я, скорее всего, уже даже его дочитала. Я должна сказать, что я, конечно, читала у Дафны Дюмарье ее Ребекку, самый ее известный роман, когда-то там давно, и я оценила мастерство Дюмарье, да, как рассказчика, но у меня не возникло желания вот бежать за всеми остальными ее книгами. Но Мэри Энн меня заинтересовала, потому что это биография, ну, билетризированная биография реального человека, а именно про прабабушки Дафны Дюмарье. Прапрабабушка Дафна Дюмарье была не просто кто-то там. Она была любовницей герцога Йоркского, то есть брата, сына короля и брата короля. Она открыла собственный литературный салон, она была известнейшей куртизанкой. По-моему, она занималась всякими разными темными делами, из-за них она, точнее, про темные дела я уже прочла, но, по-моему, она еще из-за этого успела посидеть в тюрьме, вот до этого я еще не прочла. Ей не везло в личной жизни, то есть муж ее оказался не такой блестящий и богатый, как она надеялась, и, собственно, ей пришлось полагаться исключительно на себя, и она, мне кажется, с этим справилась на все сто. В прочитанном, которое уже будет в марте, в мартовском прочитанном, я вам, конечно, про нее расскажу, написано очень здорово, читается очень классно, насколько, насколько можно себя ассоциировать с Мэриэн, это, конечно, вопрос, потому что, с одной стороны, я ее понимаю, она одинокая женщина с кучей детей на руках, в мире мужчин, и она вынуждена вертеться, и торговать собой, и вертеться, и у нее пример матери, которая тоже дважды была неудачно замужем, и она меньше всего хочет жить так же, как та. С другой стороны, ну, некоторые моменты, на которые она идет, некоторые шаги, на которые она идет, сложно мне себе представить, чтобы я на такое пошла, но в любом случае написано очень классно, читается здорово, и я думаю, что совсем скоро я с этой книжкой уже разделаюсь. А второй книгой, которую я попросила, был новый роман знаменитого современного немецкого автора Бернхарда Шлинка, и это «Внучка». Я про Шлинка, конечно, слышала. Шлинка у нас, по-моему, наиболее известен романом «Чтец». И «Чтец» был даже экранизирован, я не буду путать, у меня почему-то ощущение, что он был экранизирован с Кейт Уинслет, если я ошиблась, поправьте меня. Ну, то есть, прям известный роман, Шлинка, конечно же, очень известный современный автор, но я как-то, «Чтец» меня не заинтересовал сюжетом, у меня не было каких-то порывов, да, почитать Шлинка, а вот «Внучка» мне аннотации приглянулась, и я ее попросила. Это один из самых свежих романов Шлинка, по-моему, самый последний на текущий момент, 21-го года, что ли. И это роман о пожилой паре, когда-то они были разделены стеной, то есть, он был в Западной Германии, она была в Восточной Германии, она бежала к нему, и вот они поженились, всю свою жизнь прожили душа, в душу, вместе, и уже на закате жизни, в общем, я так полагаю, что предполагалось, что и доживут они в согласии с жизнью, но однажды мужчина приходит домой и обнаруживает, что жена покончила с собой. и это для него абсолютный шок, то есть, ничего не предвещало, то есть, вообще ничего. И он начинает копать и узнает, как я поняла из аннотации, что не просто она бежала из Восточной Германии, и это бегство, у этого бегства была своя определенная цена, и вот это прошлое, судя по всему, ее настигло сейчас в настоящем. Вот. Вот такая книга, как всегда, замечательно оформленная. Здесь можно убрать полусупер, очень красивая фотография, и я надеюсь, что и книжка будет хороша. Я ее, конечно, после Мэриэн беру, все книги, которые мне приходят от издательства, я сразу же читаю в меру своих сил и возможностей. А вот сейчас, ну, просто будет, на самом деле, до слез, настолько замечательно работать с Азбукой. В каталоге, который они мне прислали, и вы можете это видеть на сайте издательства, была книга «Русское масонство». Я ее очень захотела, потому что, как вы знаете, я уже про это говорила, про русские секретные общества, да, всякие тайные клубы, ложи и прочее, написано гораздо меньше, чем про западные. На западе вообще все, что угодно есть. Сейчас, кстати, вам покажу, подождите. Во! Я аж вернулась, потому что у меня есть целая энциклопедия секретных сообществ. Посмотрите, огромный, огромный том, и самые известные, и самые неизвестные, и вообще, кого здесь только нет, почти 600 страниц, вот всякое-всякое. Про русские найти не так-то легко. И когда я увидела в дайджесте книгу про русское масонство, я сказала, боже, конечно, я ее хочу. Но русское масонство только-только вот сейчас выходит из типографии, оно задержалось. И азбука мне предложила взамен, то есть русское масонство мне пришлют, но взамен пока мне предложили книжку про масонов, ну, про стандартных масонов, да, зарубежных. И я просто согласилась, да, я не знала, что за книжка, какого там формата, какой серии. Я просто согласилась, ну, потому что, да, масоны и темплиеры это самая, как бы, самая распространенная тема, на которую больше всего информации. То есть секретных сообществ сотни. Но в основном исследователи, да, самый большой объем работ это либо масоны, либо темплиеры. И я согласилась, потому что, а почему бы и нет? И теперь смотрите, какую красоту мне прислали. Офигенная книга, просто. Она вся здесь выпуклая. Это, это что-то нереальное. И это просто потому, что я сказала, что мне это интересно, что русское масонство я очень жду. Мне прислали вот такую вот красоту Джон Дикки. И это достаточно, это прям свежая-свежая книга, 2020 год. И я прям, я в восторге, потому что, да, я не посмотрела. То есть мне просто сказали, книга о масонах, давайте мы к тебе пришлем, пока что, пока русское масонство не вышло. И я сказала, да, давайте. И когда я открыла пакет с этими книгами, то есть я ждала, Дюмария, я ждала Шлинка. И это был абсолютный для меня сюрприз. Она просто нереально прекрасна. Да, конечно, я ее сразу после Шлинка буду читать, вдумчиво вам все расскажу. Ну, и надеюсь, к тому моменту ко мне уже и русское масонство тоже приедет. И перед тем, как мы перейдем по ставочке от Лагобука, которая, наконец, ко мне доехала, самая-самая свежая-свежая новиночка, которая только вышла, это еще один роман Вильмы Кодлечковой «Мицелий. Лед под кожей». Если помните, в прошлом году я вам уже показывала «Мицелий. Янтарные глаза». Это первый роман в цикле «Мицелий», в серии романов «Мицелий», который рассказывает о том, как прошло 50 лет с момента первого контакта с некой внеземной цивилизацией, причем, я так понимаю, странные там ребята, человеческие жертвоприношения и все в таком духе. И там был главный герой, который решил, что, слушайте, скоро они нас вообще поработят, эти дружелюбные, кровожадные наши соседи по галактике, и надо искать пути от них как-то отгородиться, спастись, и он будет заниматься этим вот в романе «Мицелий. Нитарные глаза». В романе «Лед под кожей» его история продолжится, и мы узнаем, к чему вот эти его попытки найти союзников еще каких-то, с которыми можно было бы против кровожадных товарищей объединиться. К чему эти попытки привели, что там из этого дальше получилось, вот про это будет «Лед под кожей». Больше вам стараюсь не рассказывать, потому что это, возможно, здесь аннотация спойлерит предыдущую книгу. Это чешская писательница, чешская научная фантастика, и она меня заинтересовала уже вот этим вот сочетанием. Я ждала почти два года в Аскабане, когда Кодлячку наконец АСТ переведет, так что теперь понятно, по какой причине я ее покупаю. Но вроде бы пока все. Я не слышала, чтобы прям в ближайшее время еще романы издавали, но это будет, я полагаю, зависеть от продаж. И переходим к книгам от Лагобука, книгам, которые это были заказы еще сделаны в ноябре-декабре, как вы понимаете. И я пока еще не знаю, учитывать ли их статистики, потому что, представляете, заказал три месяца назад. Когда точно приезжает поставка, Лагобук сам не знает. И здесь нет такой опции, что вот они приехали, а я такая, знаете, а пусть они у вас полежат месяцок, потому что у меня типа в норму не влезают. То есть это книги, которые, когда бы они не приехали, и ты не знаешь, когда они приедут, ты все равно их выкупишь. И они будут у тебя. И поэтому вот я тут слегка в недоумении, насколько такие книги, дату покупки которых я не могу учесть, насколько я должна их считать в своей статистике. Как вы думаете, я вот пока в раздумье. Что же мне приехало? Ну, во-первых, мне приехали два романа Мика Герона в его цикле о хромых конях, который пока азбука поставила на паузу, к сожалению. А мы с мужем в январе как раз посмотрели второй сезон. Второй сезон он по роману Мертвые львы, про который я вам рассказывала, который вошел в мой топ 2022. Вот очень мне нравится. Это первый сериал от Apple, который я смотрю. Не смотрела другие работы у них. Мне очень нравится, как они работают с первоисточником. Почти все по книге, кроме моментов, которые можно улучшить. Улучшить. И они улучшены. Ну, да, для зрелищности, для всего. Так, чтобы не повредить никак задумку, никак не испортить характера персонажей. И что в первом сезоне у них так было, там реально в первой книге, я тоже рассказывала, она такая больше, ну, завязывательная, да, книга-завязка. И там не хватает напряжения. Они его очень классно сделали в финале. То есть хромые иконии, у них финал такой хромающий, да, в сериале сделано очень здорово, очень напряженно, классно подняты ставки. И то же самое в «Мертвых и львах». В «Мертвые львы» вообще лучше, и там меньше нужно было чего-то доделывать. И легкие доделки, которые сделаны, они только украшают сериал и всю задумку в целом. Ну, вы понимаете, да, я все, ой, я обе книги прочла. То есть я смотрю сериал и знаю все события, знаю все крючки, и тем не менее смотрела с огромным интересом. То есть тот факт, что я знаю, что там происходит и чем все закончится, и кто там преступник, и чей-то план, вообще никак мне не мешает. Ну, конечно, потрясающая игра Гарри Олдмана, Кристин Скотт Томас, это тоже все играет свою роль. И я поняла, что так как сериал продлен на третий и четвертый сезон сразу, я поняла, что я хочу продолжить эту замечательную традицию, читать, а потом смотреть. И я купила, собственно, третью и четвертую книгу, они на логобуке в наличии. Я их даже не ждала. Это Настоящие тигры, Real Tigers и Spook Street. Ну, я не знаю, как переводится Spook. Если у этого какое-то говорящее название, я вам напишу, или получается просто улица Spook. Скорее всего, нет, скорее всего, говорящие. В общем, они небольшие, это радует. Я немножко стремаюсь, потому что понятно, что это книги, да, очень-очень, как бы, близкие к современности. И, значит, в них могут быть какие-то отсылки, жорганизмы, метафоры, как связанные с работой Миша, если так и не связанные, которые я, не будучи жителем Британии, могу не считать. Но я буду стараться. Вот все, что могу сказать. В принципе, я боялась и Чернильно-Черное Сердце читать, ничего, все оказалось хорошо. Надеюсь, что и с Героном будет все то же самое. Еще одним автором, которого я возлюбила в прошлом году и который вошел в мой топ и которого я не устану хвалить, стал, конечно же, Джон Форд с его романом в жанре альтернативной исторической фэнтези Дракон не дремлет. И хотя Фанзон в прошлом году и даже в 21-м году он неоднократно говорил о том, что они собираются продолжить издавать Форда. Вот уже пришло какое-то количество времени, уже много сделано анонсов на 23-й год про Форда ни слова. Ну, то есть вообще молчок. Может быть издадут, может быть нет. Ну, в общем, я не стала испытывать удачу и заказала два романа Форда. Напомню, что с Фордом случилась печальная история. Не только она заключается в том, что он достаточно рано умер, но и в том, что после его смерти было абсолютно непонятно. Я, кстати, не знаю, почему так, но какое-то количество лет было непонятно, кто наследник. То есть, кто распоряжается правами на его интеллектуальную собственность. Кому, кто получатель денег, да, за переиздание книжек. И Форда просто не издавали. Вообще никак, да, распродались тиражи и все закончилось. И вот только, по-моему, в 21-м году, в 20-м или 21-м, наконец разобрались, кто, с кем заключать договор и кому платить деньги. И тогда Форда начали переиздавать. Плюс, помимо переизданий, обнаружили, что у него есть еще то ли почти законченный, то ли около законченный. Ну, в общем, последний роман, который при его жизни не был издан. И он называется «Аспекты». Это тоже фэнтезийная история, потому что Форд, запомню, Форд писал исключительно стендалон, то есть, одиночные романы, и это всегда было какое-то переосмысление, всегда была какая-то альтернативная история. И далеко не все они фэнтезийные, далеко не все они происходят в каком-то средневековом сеттинге, как дракон не дремлет. Здесь у нас история про некий мир, который меняется, и на смену королевской семье начинается построение демократии. В парламенте строят всякие интриги, у нас есть архимаги, идеалисты, и все это будет закручено, видимо, в попытке создать какой-то другой политический строй. Вот это все, что я смогла из этой аннотации выжить, но мне кажется, что должно быть классно, ну, я прям, опять же, да, тоже стремаюсь читать, потому что мне здорово помогли примечания переводчика и послесловая переводчика в драконе не дремлет, так что это тоже вызов. Посмотрим, я буду как-то верить в себя, возможно, у меня что-то и получится. А второй книгой это стал один из ранних романов Форда, The Scores of Night, и это как раз никакой не фантазийный сеттинг, это альтернативная история, которая происходит в 20 веке. Главного героя зовут Николас Хансард, и он блестящий историк в колледже Нью-Ингланд. Он специализируется на елизаветинском, на на драматурге елизаветинского периода Кристофере Марлоу. Но также у него есть и секретная карьера в некой белой группе. Консультирующие, эта белая группа, это такое консультирующее агентство, связанное со всякими теневыми правительствами. Он в этой группе, он занимается тем, что из старых и новых документов вытягивает секреты. Я так думаю, не магическим способом, а именно тройные пятые смыслы и слои. И взламывает разные коды, конечно же, шифры. Но тут в жизни Николаса происходит некое событие, один из его ближайших друзей оказывается агентом русских. И затем таинственным образом умирает. Николас отстраняется от всей своей секретной работы, погружается в манускрипты Марлоу. И как бы такой я историк, я только вот этим занимаюсь и никакого отношения к убийству не имеет. Думал он и оказался неправ. И я надеюсь, что это будет очень классно, как с помощью пьесы Марлоу можно раскрыть убийство советского агента. Посмотрим. В общем, на Форда у меня большие-большие надежды. Надеюсь, что прям будет круто. Так же, как не хуже, чем Драконный Дремный. Кроме того, мне приехал седьмой том «Она монстры». Если помните, в прошлом году у нас, по-моему, тот же фан-зон доблестно анонсировал, что они подхватывают издание этой серии у того издательства, которое издало только первый том и забросило. И все переиздадут и будут молодцы, но с тех пор тишина. С тех пор тишина, значит, я продолжаю покупать томики в оригинале. Собственно, я это делала и продолжаю делать. Обнаружила, что Логобук, в принципе, и комиксы привезет, почему нет. И пока вышло семь, вот седьмой держу в руках, восьмой точно будет. Вот меня бесит, что авторы не могут сказать, сколько будет томов. Они не говорят, говорят только, мы знаем, чем закончится. Ну, все так говорят. Джордж Мартин тоже знал, чем закончится, и что, это ему никак не помогает. Ну, в общем, как минимум их будет восемь, а как максимум я не знаю, сколько. Выходит типа полтора томика в год, два томика в год. Примерно два томика таких вот маленьких омников выходят в год. Ну, то есть, я как бы не разорюсь на них, но потихонечку продолжаю покупать. Она монстр. Это история лично для меня, которую нужно читать. То есть, я их все соберу, а потом я ее сяду перечитывать всю, потому что такое количество героев, такая сложная здесь, запутанная политика, какие-то отношения, что я каждый раз открываю том и его с большим трудом вообще вспоминаю ху из ху, то есть, да, там главную героиню помню, в ней живет частично монстр, это я помню, худо-бедно помню, кто ее папа и ближайшие друзья. И на этом все, а здесь персонажей просто овер дофига. Потихонечку грызу, вот сейчас тоже буду, сразу после озвученных книжек, сразу буду читать этот цикл. Ну, и напоследок я оставила книгу, которую я бы хотела, чтобы ее не издавали. Странно звучит, да, но тем не менее, где-то там, в глубине души, я надеялась, что вся эта большая группа наследников профессора, наследников Толкина, что после смерти Кристофера они приостановят свой печатный станочек и уже не будут выпускать переработанные черновики, которых, понятно, еще хватит на прапраправнуков Толкина, то есть, можно в самых разных комбинациях, столько у нас, такое наследие он после себя оставил, что можно как бы варьировать, комбинировать и делать всякие сборники еще ближайшие сто лет, мне кажется. Но я втайне надеялась, что вот из уважения к труду Кристофера, который всю свою жизнь посвятил этим черновикам, который, в принципе, выпустил все, что нужно, все легенды оформил красиво, я надеялась, что, ну, что эта история закроется. Но деньги это деньги, поэтому она не закрылась. Я надеялась, что вот The Nature of Middle Earth, которую я показывала в прошлом году, природа Средиземья, это там, где, вы знаете, уже собрали по сусекам, не имеющие отношения к сюжету Властелин и Колец или к сюжету Сильмариллиона, вещи, которые там про флору, про фауну, про летоисчисление, про что-то еще, ну, то есть, прям, вот, винегредик такой про Средиземье в целом. Его собрали, я так понимаю, что Кристофер принимал еще какое-то участие в идее этой книги. И я надеялась, что на этом все. Надеялась я, конечно, зря, и поэтому ко мне приехало падение Нуменора, уже отредактированное Брайаном Сибли, но хотя бы Брайан Сибли это еще из когорты, как бы, из круга около Кристофера, хотя бы, да, то есть, я в дальнейшем, я поняла, что эта книга последняя, которую я просто покупаю, вот, как бы, ткнула на кнопочку, да, купить, увидела и ткнула, я, конечно, буду смотреть, что за книги, кем они отредактированы, то есть, вот, они, может быть, свой печатный станок не остановили, но я, как бы, бездумную покупку, просто автоматическую покупку я прекращаю на этом томе. Падение Нуменора, чтобы вы понимали, я даже специально залезла в Властелин колец и в Сильмиллион, это даже не Сильмиллион, история о Нуменоре, это вторая эпоха, и это, кстати, частично те события, которые использует Амазон в своем сериале, не будем об этом, и, чтобы вы понимали, это главка, вся история Нуменора, не только падение, но вся история Нуменора, это маленькая-маленькая главусенька уже после Сильмиллиона, то есть, такой маленький допничек, вот и все, на основании чего получилась целая, целая книга, и Нуменор, это уже история после победы над Марготом, это история, когда потомком Элроса, напоминаю, у Элронда, знаменитого эльфа Элронда, у него был брат-близнец Элрос, который, в отличие от Элронда, выбрал участь смертного и стал основателем королевства, стал родоначальником линии, которой потом мы дойдем в Арагорне, то есть, это вот прям такая огромная, неразрывная линия. И изначально Валары даровали потомкам Элроса целый остров, который находился достаточно близко к их землям, за крайному западу, целый остров, и там процветало великолепное царство, королевство Нуменор. Проблема в том, что Саурон остался жив, то есть, Маргот победили, Саурон остался жив, и он, его схватили, он, как бы, в итоге он добрался до уха короля, очередного короля Нуменора, там уже много королей сменилось, он добрался до ушей Арфаразона, и убедил его, что надо идти на Валар войной, ну то есть, вообще, надо идти туда, не то что войной, а надо, как бы, мы тоже заслуживаем там кусок земли, в этих благословенных землях, и давайте туда тоже пойдем. И только несколько верных, да, такая младшая линия королевского дома, они отказались идти с Арфаразоном, и они уплыли вместо этого в Средиземье. И, собственно, основали, это и был Элендил, который основал, сделал столицу в Минастирите, тогда туда посадил своего сына Аннариона, своего сына Исилдора он посадил на севере, и завязался, как бы, тогда произошла потом битва с Сауроном, знаменитая. Вот, то есть Падение на Минора это маленькая-маленькая главочка. Это не то, что, знаете, длиннющая история, как песня Берни Лучейн, или даже Гондолин, это вот малюсенький, малюсенький кусочек. Но, тем не менее, у нас теперь есть по этому малюсенькому кусочку вот целая книжка со всеми подробностями, думаю, что хорошая, уверена, что Сибли тоже провел качественную работу, но вот на этом я, как бы, заканчиваю автопокупание и буду уже подходить вдумчиво, буду думать, нужно ли мне что-то там следующее. Вот такие вот январские книжные покупки. В целом, их немного, на удивление, я рада, что так получилось. По-моему, я просто наболтала больше, и видео будет, как всегда, длинным, а книжек-то было, на самом деле, не очень много. Хорошие, классные предзаказы еще ждут нас в феврале и марте, поэтому мартовское видео обязательно будет и будет интересным. Спасибо, что посмотрели, ну и надеюсь, что следующее видео уже скоро.